Задолго до начала отопительного сезона в СМИ прошла информация о том, что Донецк Гуртеплосеть на 100% готова к отопительному сезону. Почему на улице уже минус, а во многих домах батареи еще холодные. Плосеть действительно на 100% подготовилась к отопительному сезону. Согласно распоряжению городского главы номер 795, отопительный сезон должен начаться с 15 числа, и все прекрасно знают. Для того, чтобы свое время начать отопительный сезон, согласно телефонограмме, которая дала за подписью первого заместителя городского главы, работы по подготовке начала отопительного сезона мы, имеется в виду, по началу отопительного сезона начали 14 числа. И уже 14 числа на 19.00 все котельные предприятия начали отопительный сезон. Отопительный сезон, начало отопительного сезона, как говорит министр по оригинальному развитию Брюзнюк Анатолий Михайлович, он состоит из трех этапов. Первый этап это запуск котельных, второй этап это обеспечение транспортировки теплоносителей, третий этап это уже обеспечение распределения тепловой энергии по потребителям. Поэтому первый этап, как я сказал, будет закончен буквально 19.00, 14 числа. И уже на понедельник мы вышли практически на полную готовность по второму этапу. На сегодняшний момент все потребители, которые получают услугу от предприятия, находятся с теплом. Мы довели до них теплоноситель. Теперь задача потребителей принять этот теплоноситель. Поэтому если конкретная жалоба есть на какой-то конкретный недогрев, либо отсутствие тепла в целом, то необходимо решать вопросы конкретно по потребителю. Я не знаю, правильно ли я сделал, что перейду на следующий вопрос, который был вывесен на сайте, в частности по больнице МВД. Казалось бы, нет тепла, кто недорабатывает теплосеть. Но анализируя ситуацию, мы видим, что причина немножко другая. У нас есть письмо за подписью руководителя структуры, что в связи с ограниченностью денежных средств они пока тепло брать не будут, и будут брать его чуть позже, где-то, ну, они хотели с 1-го числа брать, с 1-го 11-го. Поэтому это уже, так сказать, готовность потребителей принять. То ли они не готовы технически, то ли они не готовы материально оплачивать. Но такие факты, как мы уже видим, есть, и причина не в теплосети. Сегодня школьники вышли с каникулу, проверяли школы, как там обстоят дела, все школы отапливаются? Совершенно верно. Школьники 27-го числа, у них начался новый учебный процесс. Согласно распоряжению русского головы, о котором я упоминал, высший отопительный сезон в школах, должен начаться с 24-го числа. Специально делается временной зазор для того, чтобы школы успели прогреться, до прихода учащихся. По нашей информации, на все объекты подан теплоноситель. Вот здесь уже, если где-то, опять же, где-то в каком-то конкретном процессе, может быть холодно, либо еще чего-то необходимо заниматься распределением теплоносителя внутри объекта потребления. Алексей задает вопрос. Есть ли какая-то программа борьбы с неплательщиками? Ведь их долги – это наше недополученное тепло. Проблема неплательщиков актуальна, и размеры этой проблемы имеют ярко выраженный денежный характер. Денежное выражение имеют это свыше 100 миллионов гривен должны потребители. Из этой проблемы можно, и я считаю, нужно, на мой взгляд, выделить основную проблему, с которой необходимо решать и бороться. Проблема системных неплательщиков. Из вот этой суммы задолженности, которую я сказал, свыше 50% задолженности приходится всего лишь на 10% лицевых счетов. То есть это системные неплательщики. У нас в исполнительной службе из общей суммы задолженности находится на исполнении исполнительных производств на общую сумму 50 с копеечками миллионов гривен. 50 миллионов гривен. Это достаточно серьезная проблема, но мы тут в исполнительной службе занимаемся вполне конкретными мероприятиями, и основным и наиболее эффективным механизмом заскания задолженности, на мой взгляд, остается наложение арестов на движимое и недвижимое имущество. Мы проанализируем ситуацию по 2010 году. Эффективность исполнения судебных решений, по которым был наложен арест на имущество, составляет 50%. Почему? Не почему. Это хорошо, это очень высокий. Общий процент исполнения исполнительных производств по предприятию калибрится в пределах 20%. То есть это в 2,5 раза более эффективный механизм. Он действительно сопряжен с определенными трудностями, необходимо произвести определенную сначала подготовительную работу, то есть подготовить запрос БТИ, подготовить запрос ГАИ, для того, чтобы сформировать пакет документов, необходимый для наложения ареста на имущество. Но, несмотря на то, что он трудоемкий, он наиболее эффективный. Поэтому мы с исполнительными службами на сегодняшний момент отрабатываем мероприятия, которые бы позволили увеличить охват исполнительными производствами через применение этого механизма. Были случаи, когда Вы описывали квартиры, машины? Я даже готов Вам назвать конкретные цифры. Да, хотелось бы, сколько машин, сколько квартир, если можно? Значит, я скажу по текущему году и в целом. Вот эти цифры. Значит, по 2011 году всего было наложено по 689 квартирам, наложены аресты. 689 на общую сумму 2 миллиона 754 гривны. Из этого на все имущество наложено 639 арестов. То есть, ну, практически это 100% результат. То есть, поскольку данный механизм самый действенный, то по этим цифрам мы видим, что мы стараемся его именно и использовать. Но я говорю мы, это я говорю и теплосеть, и исполнительную службу. Потому что любое исполнительное производство в рамках закона подлежит исполнению ОГИСами, органами государственной исполнительной службы. Поэтому это, прежде всего, и их действия. Мы в этом им оказываем максимальное содействие для того, чтобы получить результат. Потому что, как правильно сказали, неплательщики это проблема в целом и качество теплоснабжения в том числе. Потому что недостаточное количество ресурсов не позволяет выполнить определенные, так сказать, мероприятия. И в целом на сегодняшний момент всего арестовано нарастающим итогом были наложены аресты на имущество на 315 исполнительных производств. На общую сумму 10,5 миллионов округляют. То есть это системная работа. Это вы понимаете, такое количество производств. То есть это не одного дня дела. Это системная работа. И то, что я сказал выше, подтверждение. Из 3000 наложенных арестов по исполнительным производствам 1459 уже закрыто в связи с полным исполнением. Ну практически 50%. То есть достаточно эффективный механизм. Как Вы считаете, соответствует ли сегодня качество оказываемых Вами услуг той цене, которую мы за них платим? Качество оказываемых услуг на сегодняшний момент и цена, которую мы за них платим. Я хочу сказать, что есть тариф, по которому платим. Тариф на сегодняшний момент не покрывает себестоимость полного объема. Процент покрытия суммарно не превышает 70%. Тарифам себестоимости. То есть могу сказать однозначно, что понесенные затраты не окупаются в полном объеме. Помимо всего прочего, здесь вторая проблема это не платежи, о которых я сказал. Поэтому для того, чтобы было качество, необходимо с одной стороны платить за эту услугу своевременно. И тогда, соответственно, будет возможность и нам выполнять весь комплекс мероприятий, который бы позволил минимизировать тепловые потери, который бы позволил обеспечить максимально эффективную эксплуатацию, для того, чтобы мы действительно довели систему, если так, в лучшем, в максимальном понимании сказать, доиделого. Виктор Сергеевич, поясните, я не совсем поняла Ваш ответ. То есть получается, что Вы не покрываете расходы из-за того, что люди не платят за потребленные услуги. Причем здесь тарифы тогда? Стоимость энергоносителя у Вас, причем с того, что она возросла. Но в Вашем ответе прозвучало, я так поняла, что Вы не покрываете себестоимость, потому что люди не платят, а тариф. То есть если бы все люди платили, то... Совершенно верно, Вы правильно поняли. Единственное, что я вот эту мысль, я ее максимально скомпоновал плотно. То есть в моем ответе прозвучаю, я сделал аценты на двух проблемных вопросах. Первый проблемный вопрос, как я сказал, тариф не окупает всей себестоимости, первый проблемный вопрос. Второй проблемный вопрос, несмотря на это и население не доплачивает. По выставленным тарифам. То есть тогда логичен следующий вопрос, будут ли повышаться тарифы на тепло? Исходя из того, что я сказал чуть раньше, раз тариф не покупает всей себестоимости, то безусловно на сегодняшний момент есть прямая задача необходимости проведения тарифов в соответствие. Единственное, что я не могу на сегодняшний момент обозначить Вам сказать, будет ли повышен тариф. Вопросы проведения тарифов в соответствие, как Вы знаете, на сегодняшний момент возложен на государственного регулятора, Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг. Поэтому, когда они примут решение, когда они, допустим, будут рассматривать вопрос повышения тарифов, либо увеличения на какую-то тарифу, я Вам не могу ответить однозначно. То, что я могу сказать, однозначно это не вызывает ни у кого, я думаю, непонимания. Стоимость геокалорий тепловой энергии на сегодняшний уровень превышает тот тариф, который нам установлен. То есть тариф не рентабельный получается? Да, совершенно верно. Он не покрывает самостоятельность? Он был в свое время рентабельный, просто пошли росты цен на энергоносители, что повлияло на снижение уровня тарифа, я так понимаю. И на уровне же государство сейчас занимается очень серьезно по поводу снижения данного тарифа. Каким образом? Это снижение цены на газ, в первую очередь, и дальше по энергоносителю. То есть нельзя так сразу однозначно говорить о том, что мы будем повышать эти тарифы. Нет, я же говорю, я не могу ответить за национального регулятора, я просто говорю, картина на сегодняшний момент, картина на сегодняшний момент я вам описал, но не буду повторяться, стоимость энергоресурсов выше, чем заложенная в тарифе. Это влияет на снижение на себестоимость. Ну вот недавно руководство нашей страны заявило о том, что очень высокие цены на газ, надо переводить котельные на угольное топливо, заодно поддержим нашу угольную промышленность, что в этом направлении делается. Это же сумасшедшие деньги. И возвращение в прошлый век. Это интересная тема, как просто альтернатива ухода от газовой иголки, как-то говорят на сегодняшний момент. Как альтернатива она может быть рассмотрена, может быть обсуждена. Насколько, на мой взгляд, как специалисты это реально. Не впускаюсь в полемику по поводу себестоимости и герокалорий, которые получим мы при выработке ее на угле, не впускать в эту полемику. Ну просто мне сложно представить, когда в центре города Донецка у нас находится лично 169 котельных, будут ездить КамАЗы, гружеванные углем. И потом такие же КамАЗы, гружевые залой, мы будем развозить куда-то. Вы представляете, сколько-то пыли будет. Но дело даже не в этом, сами котлы менять. Вы уже просчитывали, во что это обойдется? Я даже не говорю об этом. То есть никто, я не думаю, что на сегодняшний момент будет принято решение о том, чтобы запустить большие самосвальные машины в центры городов. Это можно говорить о переводе газа на уголь, на мой взгляд, на уровне ТЭЦов, теплоэлектроцентрали, которые находятся за территорией городов. Например, Зуевская ТЭЦ, Старобешевская ТЭЦ, которые находятся за территорией крупных городов. Если там используются уголь, то давайте тогда будем рассматривать вопрос перевода его на уголь. На территории города, я думаю, это невозможно. Валерий Александрович, наверное, это к вам вопрос задает Рита. За маленькую двухкомнатную квартиру я плачу 86 гривен. В эту услугу должен входить и благоустроенный парадный, но в наш подъезд заходить страшно. Ко мне часто приезжают гости из-за рубежа. Проходя по подъезду, говорят, что наш руководитель коммунальной службы человек неряшливый и дремучий. Ну вот оставила телефоны, это улица Набережная, дома 123-125. И есть несколько таких вопросов, которые люди жалуются на то, что в подъездах не проводится ремонт. Кто должен проводить ремонты в подъездах? И если это должны делать жители, то куда будем обращаться, жаловаться на них? Или вот с какой периодичностью? Я, конечно, очень благодарен Рите за характеристику. Но в первую очередь надо начинать однозначно с себя. Виктор Сергеевич говорил о том, что 100 миллионов долги. У нас сегодня долги населения составляют порядка 70 миллионов за, где-то, может быть, я согласен с Ритой, в плане качества услуг, может, они и не соответствуют сегодняшним требованиям, но они оказаны. То есть в домах и тепло, есть и свет, и вода, в том числе и в доме, где живет сегодня Рита. Значит, однозначно жилищные организации должны выполнять текущий ремонт лестничных клеток. Мы возьмем этот вопрос на контроль. И я думаю, что по погодным условиям постараемся в ближайшее время, там, навести порядок в этом доме. А какие суммы выделяются на ремонты в подъездах? Их хватает на то, чтобы там вот плановые ремонты? Вот сегодня, когда мы немножко усовершенствовали, именно отрегулировали тарифы, значит, мы планируем по тысяче подъездов делать в год на территории города. То есть мы включим их подъезд, их два дома, там 123-125, мы включим программу по текущему ремонту и выполним. А какие дома, вот как составляется план вот этих ремонтов? Каким образом вы проводите их? Есть порядок содержания, эксплуатации этих подъездов. Вот после ремонта, это порядка 7 лет, вот люди должны, конечно, сохранять в первую очередь свои подъезды. Они тоже сегодня живут в приватизированных квартирах. И та же Рита говорит о 86 гривенах, но пусть она со свою квартиру маленькую, когда они сдают в аренду, они сдают и платят за нее, конечно, вернее, получают за нее полторы-две тысячи гривен. Это для начала, чтобы Рита тоже была в курсе дела и знала цену сегодня проживания и цену ту, которую они сегодня выставляют на рынке. А 86 гривен мы ей распишем по направлениям в структуре себестоимости, куда уходят эти копейки. Они получаются в направлении, в том, о чем она говорит, я уже несколько раз делал этот анализ и показывал, вот Рита не первая обращается, о том, что средств на содержание жилого фонда остается максимум 15-20% от общей стоимости по квартирной плате.